10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане. Из них в Алматы 16, в Североказахстанской области 7, в Карагандинской и Туркестанской по 4 инфицированных. Два факта заражения в Итараусском регионе. В Жамбылской, Мангуставской области и Шимкенте по одному случаю. Таким образом, всего по республике COVID-19 выявлен у 500 человек. Умерли 4 пациента. О последнем погибшем в Туркестанской области стало известно сегодня утром. Выздоровевших 29. В оперативном штабе госкомиссии раскрыли подробности двух случаев заражения COVID-19 в Жамбылской области. Оба зафиксированы в Курдайском районе. Первый пациент – 30-летняя жительница Нур-Султана, которая прибыла в район 17 марта. А 30-го была госпитализирована с признаками ОРВИ. Взятые анализы показали положительный результат на коронавирус. Выявлены 9 близких контактных лиц, которые помещены в карантинный стационар. Второй заболевший – 24-летний мужчина, который контактировал с ранее выявленным пациентом. Пять контактных лиц изолированы. Они взяли анализы на исследование. Растет количество зараженных коронавирусом и в Североказахстанской области. В регионе на данный момент зафиксировано в общей сложности 25 случаев. Из них двое детей, 5-6 лет. У одного из них диагностировали COVID-19 при выписке из карантинного стационара, где ребенок находился вместе с отцом. В числе подхвативших инфекцию сотрудник железнодорожного вокзала, госслужащий и несколько медработников. По словам сотрудников облздрава, состояние пациентов стабильное. Среди них тяжело больных нет. На брифинге также сообщили, что в области на карантин будут закрыты все райцентры. Эпидемиологи отмечают, что несмотря на всю серьезность ситуации, некоторые граждане намеренно скрывают сведения о себе и близких, а также симптомы, которые их беспокоят. Женщина все время говорила, что ее муж дальнобойщик и он находится в России. На самом деле он работал внутри Казахстана. Это затрудняет поиск контактных и диагностику соответственно. В Усть-Каменогорске переносят сроки ограничительных мер с 6 на 4 апреля. На въездах и выездах из областного центра и семьи уже действуют 15 контрольно-пропускных пунктов. Пользоваться личным транспортом в выходные дни горожане пока не смогут. Зеленый коридор открыт для ввоза товаров первой необходимости, а также медиков и спецслужб. Самой свежей информацией готов поделиться Вячеслав Витлугин. Он на связи со студией. Вячеслав, жители откликнулись на призыв сидеть дома и какие карантинные меры уже приняты в регионе? Здравствуйте, Арестан. Да, действительно, Усть-Каменогорцы постарались отнестись с пониманием к принятым мерам. Я хочу сказать, что в эти выходные Усть-Каменогорск должен опустить. Наверное, до понедельника так и будет, потому что движение легковых автомобилей в окрестностях Усть-Каменогорска и в самом городе временно запрещено. Это касается только частных автомобилей. Конечно же, службы доставки продуктов питания со спецпропусками будут работать. Такие меры все-таки вызваны тем, что в областном центре зафиксированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. На улицах города с самого утра уже пусто. Машин практически не встретишь. Они не курсируют по городу. На видео вы, наверное, сейчас все это видите. Кроме того, за ситуацией в городе следят полицейские. Усть-Каменогорские семьи дежурят на 49 постах. Все следят за обеспечением безопасности и правопорядком. Кроме того, как вы правильно сейчас отметили, в областном центре функционирует 15 контрольно-пропускных пунктов. Здесь в несколько смен дежурят медики, медработники. Каждый въезжающий и выезжающий автомобиль и пассажир проверяется. Все-таки медработники спрашивают, проверяют водителя тепловизором, узнают температуру и проверяют наличие всех дезинфицирующих средств в салоне автомобиля. Начиная от респираторов и масок до перчаток. Как раз рядом со мной начальник управления административной полиции, департамента полиции Восточно-Казахстанской области Ернар Базаров. Расскажите, какова сейчас ситуация на блокпостах, как вообще водители относятся к таким ограничительным мерам и все-таки как обеспечены и защищены ваши сотрудники, потому что они работают напрямую с населением вот именно сейчас. Здравствуйте. Сейчас мы находимся с вами на блокпосту, расположенном в селе Прапорщикова. Это выезд в сторону Глубоковского и Шамонахинского района. Таких блокпостов, как до этого вами было сказано, в городах Ускаменогорск семей 15 блокпостов организованы. Все блокпосты, во всех блокпостах имеются камеры видеонаблюдения, которые выведены в ситуационный центр, расположенный в городе Ускаменогорск. Также все сведения, которые вносят сотрудники с планшетов в онлайн режиме, тоже поступают в ситуационный центр. Блокпосты организованы, как вы видите, 10-местной палаткой. Здесь помимо сотрудников органов внутренних дел, также несут службы сотрудники Министерства обороны и санитарно-эпидемиологической службы. Организовано трехразовое питание, и все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками. То есть восточноказахстанцы понимают, что эта мера вынужденная и никак не носит, в первую очередь, карательного такого смысла? Нет, данная разъяснительная работа ведется с владельцами транспортных средств, а также со всеми гражданами о вводимых ограничениях. Но, к сожалению, не всегда бывает понимания со стороны граждан. В этой связи мы просим отнестись с пониманием ко всем вводимым ограничениям, как со стороны граждан, так и владельцев транспортных средств. Спасибо вам большое. А мне остается добавить, что с 6 апреля в Усть-Каменогорске и семьей будет действовать пропускная система. То есть на каждую семью будет выдан пропуск, и каждый член семьи сможет не больше 15 раз выйти из дома за продуктами и за всей необходимой провизией. Я хочу отметить, что инвалидам и ветеранам, пенсионерам, которых только в Усть-Каменогорске больше 30 тысяч, будет организована доставка продуктов питания и медикаментов на дом. А за жизнеобеспечением областного центра проследят больше 16,5 тысяч специалистов социальных служб, специальных служб, медиков и заводчан, которые обслуживают промышленные предприятия. Потому что работать удаленно заводчане вряд ли смогут. Все эти люди выходят на работу ежедневно, для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно и оставались дома. Арестан. Спасибо об ограничительных мерах, введенных на востоке Казахстана, Вячеслав Витлугин. Слухи о здоровье первого президента Казахстана Ельбасе опроверг его пресс-секретарь. По словам Айдоса Укибая, Нурсултан Азарбаев находится в полном здравии, продолжая работать во благо Родины даже в условиях карантина. Накануне Ельбасе провел ряд телефонных переговоров с акимами областей и обсудил актуальные вопросы безопасности населения в условиях ЧП. После того, как в стране снимут ограничения, Айдос Укибай пообещал лично сделать видеозапись с рабочей встречи или совещания с участием первого президента. Нерабочий режим в столице Алматы продлен еще на неделю. Такое решение озвучили накануне на селекторном заседании Госкомиссии страны. Таким образом, вынуждены выходные для всех предприятий и организаций, за исключением тех, чья работа жизненно необходима, окружающим продлятся до 13 апреля. Кроме того, Госкомиссия согласилась с предложением Акима Шимкента о введении карантина в городе с 9 часов вечера 4 апреля. Также стало известно о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в столице Алматы и Шимкенте. В Туркестане к борьбе с коронавирусом привлекли военных. Они будут помогать полицейским на блокпостах и участвовать в дезинфекции города. Солдаты уже обработали центральные улицы. Теперь такая работа будет проводиться дважды в день до окончания режима чрезвычайного положения. Пока же задействовано две сотни военнослужащих. Однако не исключено, что их количество будет увеличено. Кроме того, в областном центре ввели дополнительные ограничительные меры. Все предприятия будут закрыты. Автовокзалы же будут закрыты. Контроль будет усилен. Периодически ограничим движение людей. Ни в коем случае нельзя с одного населенного пункта двигаться в другую. Посты будут уже в усиленном режиме работать. Легковые машины все будем разворачивать. Только продовольственные, спецмашины и те, которые работают в системе госуправления. К отбору военнообязанных на специальные сборы будут применять гибкий подход. В этом накануне заверил министр обороны страны. Прежде всего призывать будут добровольцев, которых, к слову, уже немало. В каких условиях будут проходить служба и для чего объявлены сборы в материале Юланы Чаус. Бахтияр Илшебеков – коммерческий директор инженеринговой столичной компании, но и младший сержант запаса. Семь лет назад на срочной службе он был десантником. И как только сегодня узнал о призыве на сборы, не стал дожидаться официальной повестки. Сам позвонил в военкомат. Говорит, хоть сейчас готов выполнять любые задачи. Чем сейчас дома сидеть, лучше помочь нашему государству, когда она и как-то находится в тяжелом состоянии. Посоветовался с семьей. У меня жена, двое детей. Это, я думаю, наш долг перед очистством. Если раз уж призвали, раз уж нуждаются в нас, значит мы должны пойти и отдать честь, долг своей родине. Подкрепление сейчас нужно сразу на нескольких фронтах. Для патрулирования населенных пунктов, санитарной обработки местности и участия в ликвидации возможных паводков. К выполнению этих задач в 24 городах уже привлечено свыше 10 тысяч военных. Но боевое дежурство никто не отменял и в некоторых регионах сил территориальных воск не хватает. Сколько и насколько привлекут военнообязанных будет зависеть от потребности и обстановки в каждом регионе. Решать это будут местные исполнительные органы. В среднем привлекать военнообязанных планируют на две недели. Местные исполнительные органы и военкоматы будут гибко подходить к этой ситуации. Военнообязанные не будут перебрасываться куда-то в другие регионы. Граждане будут призываться на сборы, как правило, по месту их жительства. В связи с этим ежедневно по окончании работы они будут возвращаться домой и ходить на службу, как на работу. В волонтерском центре Петропавловска не смолкает телефон. Молодые добровольцы второй день звонят с расспросами о том, как попасть в список призывников. Активисты говорят, многие расстраиваются, что на эти сборы призывают лишь военнообязанных. Наши граждане должны проявить свою гражданскую активность и позицию. И в этот сложный период, сложный момент. Вообще, в принципе, мы, наша молодежь, всегда активно проявляется в гражданскую позицию. Мы не останемся стороне. Призывать планируют только мужчин, молодого и среднего возраста, прошедших медицинскую комиссию. Не будут привлекать отцов троих и более несовершеннолетних детей, правоохранителей, студентов-очников, подследственных, педагогов, а учитывая предстоящий посевной сезон и сельхозработников. В период сборов военнообязанные приобретают статус военнослужащего. И согласно закону, на них распространяются все льготы социального характера. В том числе, питание, вещевое, медицинское обеспечение. Кроме того, за военнообязанными на период воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность. За счет государства им выплачивается средняя заработная плата по месту работы, а неработающим минимальный размер оплаты труда. Приглашать в пункты сбора будут с помощью СМС и по телефону. Неявка по повестке влечет штраф и не освобождает от воинской обязанности, предупредил министр. Илан Чаус, Диасков Ламбаев, Хабар, 24. В Абакмолинской области из-за обильных осадков возможны паводки. С ситуацией в регионе ознакомился замминистра внутренних дел Юрий Ильин. С воздуха были осмотрены водоемы под пристальным вниманием реки Нура, Есиль, Жабай, Халкутан и Шагалала. Именно они могут выйти из берегов. В зоне риска Аршалы, Атбасар, Целиноградские и Астраханские районы. Пока что таяние снега идет постепенно. Уровень воды в реках в пределах нормы. Но резкое потепление может ухудшить ситуацию, поэтому мониторинг ведется круглосуточный. В целом сейчас обстановка стабильная. Большая часть пока река находится подо льдом. Но еще есть большие снежные запасы, которые в случае повышенных температурных фонов, которые ожидают на этой неделе, возможно интенсивное таяние. Поэтому в целом по Атбасару, Италабкеру и по другим населенным пунктам можно сказать, что угрозы потопления на данное время не существует. Обстановка стабильная. Я думаю, принимать решение будем уже к концу недели. Пик паводка ожидают в Кустанайской области. Воду с полей и подъема рек ожидают в трех районах. Карасузском, Сарокольском и Узункольском. На контроле находятся все близлежащие села. Всего в зоне риска 99 населенных пунктов. Местные исполнительные органы совместно с нашими территориальными подразделениями проводят работы по откачке воды, по отводу воды. Организованы круглосуточные дежурства на паводкоопасных участках. Критических отметок по повышению уровня воды у нас пока не отмечается. Обстановка стабильная по рекам области. Между тем, в Североказахстанской области риск паводка значительно снизился. Большую роль сыграли благоприятные погодные условия. Поэтому многим населенным пунктам уже ничего не угрожает. Спасателями взято на учет больше 40 сел. Ожидается, что вода поднимется в реки Есиль. Однако лед еще пока не тронулся. Североказахстанской области по миру в Италии COVID-19 унес жизни 77 врачей. Всего же в стране почти 15 тысяч умерших. Напомню, с 22 марта республика живет в условиях строгого карантина. Приостановлена работа всех предприятий. А власти Панамы запретили мужчинам и женщинам покидать свои дома в один и тот же день. Согласно ограничительным мерам, представительницы прекрасного пола могут совершать покупки по понедельникам, средам и пятницам. Мужчины же имеют право выходить на улицу во вторник, четверг и субботу. В воскресенье все обязаны оставаться дома. А в Кыргызстане от коронавируса скончался первый больной. Им оказался 61-летний житель Накадского района. Того самого, где чрезвычайное положение было введено в первую очередь. Мужчина был госпитализирован после прибытия из Саудовской Аравии. Там он совершал паломничество. Тему продолжит Бакат Чермашев. Коронарная болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет второго типа. Это сопутствующие заболевания, которые были у скончавшегося. Сейчас медики пытаются выяснить, какое именно из этих заболеваний осложнил коронавирус. Мужчину уже похоронили, но сделали это как того требуют санитарные правила с минимальным количеством людей. Между тем, за последние сутки выявлено еще пять случаев заболевания коронавирусом. На данный момент общее число инфицированных – 130 человек во всей республике. Из них по Джалабадской области 61, Паволжской области 40, Баткинской области 3, Нарынской области 4, Высокольской области 2, Бишкек 16, Чуйской области 4. Из 130 зарегистрированных 5 человек выписано, это Джалабадской области. Из-за режима чрезвычайной ситуации школьники по-прежнему остаются дома. В Министерстве образования приняли решение внедрить систему обучения онлайн. Для этого создаются специальные видеопрограммы, которые будут транслироваться по государственным телеканалам и рассылаться при помощи популярных мобильных мессенджеров. Таким образом, будет завершена последняя четверть в этом году, а переходные тесты сдаваться не будут. Экзамены предстоят только учащимся 10-11 классов. Министерство образования создал специальный портал, где размещены 400 учебников в электронном виде. Это те книги, по которым школьники обучались ежедневно. Здесь же будут размещены все дополнительные материалы, то есть тематические уроки, предметные задания, методические справочники. А для самых маленьких даже электронные развивающие игры. По данным Министерства труда, из-за пандемии коронавируса без работы в ближайшее время могут остаться 1 миллион 800 тысяч кыргызстанцев. В основном это мелкие предприниматели и те, кто имел разовый заработок. В правительстве уже сейчас готовят расчеты о том, как можно было бы помочь таким соотечественникам. Для них бесплатно будут выдаваться самые необходимые продукты питания. В первую очередь это мука и растительное масло. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. В иранских городах усилены меры по дезинфекции улиц. Сменили профиль работы пожарной. Они распыляют спецрастворы на тротуарах, скамейках. Как минимум до 8 апреля в Исламской Республике введены строгие ограничения. Закрыты торговые центры, кафе и другие общественные заведения. Кроме продуктовых магазинов и аптек. Отменены религиозные мероприятия и второй тур парламентских выборов. Всего в стране более 50 тысяч зараженных коронавирусом. Погибли свыше 3 тысяч человек. Более 100 тысяч граждан Армении получат разовую, единовременную помощь от государства. Таким образом власти страны решили помочь тем, кто из-за вируса остался без средств. Размер пособий варьируется от 50 до 270 долларов. Стоит отметить, что правительство протянуло руку помощи исключительно тем, кто не получает никакого дохода в эти кризисные дни. То есть речь о людях, кому действительно не на что жить. Так власти объяснили гражданам то, что постоянные получатели пособий, пенсионеры, инвалиды, многодетные матери в этот раз не в списке. Тут у нас подсолнечное масло, разные крупы, кофе, макароны. В общем, на несколько дней, я думаю, хватит. У Доброты есть имя. Журналист известного армянского издания Лия Ходжуян – инициатор акции помощи тем, о ком не подумали власти и забыли родные. Вот уже неделю, как Лия, вдобавок к своей основной деятельности, занимается волонтерством. В числе первых получателей помощи от Лии и ее друзей стали люди, позвонившие в редакцию, где она трудится, и сообщили о своих проблемах. Сегодня Лия навестила жительницу Еревана Мариам Хачатрян. 62-летнюю женщину работодатель отправил в неоплачиваемый отпуск без каких-либо пособий. Поддержки ни от близких, ни от государства не получает. Признается, что за полмесяца без зарплаты она истратила все свои скудные накопления. Поэтому продуктовый набор, врученный Лией, пришелся как нельзя, кстати. Очень многие люди не ходят на работу, но их по закону не уволили, они просто не оплачиваемые отпуски. Я решила с помощью своих друзей и некоторых организаций благотворительных хоть как-то помочь некоторым этим семьям, которые обратились в нашу редакцию. В первую очередь я предпочитаю помогать старикам, если у нас есть такие письма. Были и семьи с малолетними детьми. Тем временем в стране определили несколько антивирусных пакетов соцпомощи. Единовременно государство готово поддержать тех, кого сократили. Из-за режима ЧП, работников сфер туризма, услуг общепита, руку помощи. Власти протягивают также самозанятым и нигде не зарегистрированным, семьям с детьми до 14 лет и безработными родителями, а также беременным женщинам, которые нигде не трудятся на данный момент. Если найдется гражданин или группа граждан, которые соответствуют двум или трем программам, то тогда граждане сами могут выбирать, в какой программе участвовать, где сумма поддержки больше. Но каждый может воспользоваться лишь одним видом соцпомощи. Власти подчеркивают, помощь оказывается разовая, это не новый вид пособия, и другим социально незачащенным слоям населения, инвалидам, пенсионерам, многодетным матерям, новый вид господдержки не положен. Власти акцентируют их внимание на том, что они уже получают пенсии и пособия. Лаура Жасубекова, Тигран Галстян, Давид Атаян, Хабар, 24, Армения. Казахстанские производители продуктов питания сейчас как никогда имеют хорошие шансы для выхода на европейский рынок. Такое мнение высказал Дмитрий Родин, основавший компанию по сопровождению иностранных инвесторов. Экономист называет сложившуюся ситуацию окном возможностей, которые он сравнивает с послевоенным временем. Санитарный кризис в Европе показал, что многие игроки рынка не справляются сейчас с лавинообразным спросом. К тому же весенние сельхозработы пришлись на разгар эпидемии коронавируса в странах, являющихся главными производителями продуктов питания. И отголосок сегодняшних событий мы будем наблюдать на полках магазинов еще в течение года. Европейцы съедают в год консервов и снеков на 50 миллиардов евро. И это та часть рынка, в которую могли бы влиться казахстанские поставщики. Конкурентные преимущества отечественной продукции именно сейчас подкрепляются и ослабевшим курсом тенге. Эксперт отмечает, что ряд узбекских компаний уже заинтересовались возможностью выхода на рынки Европы. Для новых поставщиков это уникальная возможность. Два, три, четыре месяца назад не было ничего подобного. Смогут этим воспользоваться производители Казахстана. Ну, зависит прежде всего от конкурентоспособности их продукции, готовности быстро наладить работу в Европе в условиях карантина и быстро начать сертификацию. Это все более чем реально. Рынок открыт, но действовать нужно как никогда быстро и решительно. Продавцы города Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, постепенно возобновляют работу продукты. Берут, что им нужно и уходят. Никто не хочет задерживаться. Ну, а что происходит на городском рынке Нур-Султана и какие приняты меры безопасности, мы узнаем этим утром у Ирины Панфилова. Ирина, 17-й день карантина в столице. На базаре непривычно тихо или людей напротив? Много. Что видно? Арстан, доброе утро. Твое утро началось в студии. Наше утро началось на крупном рынке столицы. Здесь в основном торгуют оптом, продают продукцию. Ну, что я хочу сказать? Вот, отвечая на твой вопрос, вот просто можете посмотреть за моей спиной. Видно, что здесь очень много машин. Вообще, здесь достаточно оживленно. Но подробности о том, как здесь налажена работа, мы, наверное, сейчас узнаем у того, кто отвечает за этот рынок. У нас рядом находится контролер Нуржан. Нуржан, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите вообще, в целом, поменялось ли что-то с тех пор, как вели карантин в столице у вас? Как вели в карантин, поменялось только, что потоп людей мало, чуть-чуть стало, розничных, которые покупают. А оптовые вот эти покупатели, они так и продаются полностью, едут. Вот машинный потоп, видите сами, как она режимно работает. Санитарные все соблюдают, перчатки, маски одевают. Вы прямо это проверяете? Каждое утро мы в 9 часов обход, в 7 часов обход делаем, в 9 часов обход делаем. Проверяем, кто в перчатках не сидит, сразу предупреждаем или сразу пишем эти, чтобы без перчатки, без этих, без масок не сидели все, соблюдали станцию. А что касается покупателей, допустим, покупатели, кто приходят, они тоже соблюдают правила безопасности? Они тоже полностью соблюдают. Вот сворот сразу проверяют, охранники там, люди специально ставятся, что заезжают с перчатками, с масками полностью. И полностью они заезжают, абсолютно в масках и перчатках заезжают. Такой к вам еще вопрос. Что касается цен? Все-таки сейчас по городу повышают цены, магазины те же самые. Как у вас с этим обстоят дела? Цены сами видели. Цены у нас на эти оптовые цены, стабилизация вот есть. Почему? Потому что, может, какие-то цены, может быть, повышенная там, сказали, имбирь. Ну, имбирь видели тоже 3, 2,800. Ну, по этим, по таможням у нас, а так цены очень, хорошие цены, оптовые цены у нас. Спасибо большое, удачи вам. Я хочу отметить, что действительно цены здесь достаточно приемлемые. Действительно, имбирь, который где-то как на вес золота, он здесь стоит 3 тысячи тенге, мы лично проверили. Вообще на рынке где-то 300 контейнеров торговых, но сейчас некоторые закрыты, потому что просто нет необходимости людям здесь находиться, так как здесь организована доставка продуктов, вы можете позвонить, к вам, к порогу прям привезут. Это сделано для того, чтобы просто обезопасить людей и продавцов, и покупателей. Давайте сейчас поговорим с кем-то из тех, кто здесь работает. Здравствуйте, Хабар24, работаем в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, вот график работы у вас как-то поменялся, с учетом того, что сейчас объявлен карантин или нет? Ну, как обычно работаем, но сократилось до 4-6 работаем. Соблюдать стараетесь, да? Да, да. Не нарушать. Ну, поставки продукции вообще хватает ли товара, и вообще люди хорошо разбирают или как? Нет, сейчас торговля слабая стала, когда это, сейчас карантин же, поэтому, наверное, только автовики, у кого разрешение есть, и продуктовые магазины сейчас берут, и остальные нету сейчас, ажиотаж нету. Ну, вообще, если что-то заканчивается, проблемы есть с поставками? Ну, наверное, да, с поставками пока нету, у нас все есть пока, ну, как обычно. Ну, вообще, вы на работу ходите, у вас есть какая-то справка, то есть, чтобы... Да, справка нам разрешение дали администраторию, разрешение есть. Маска, да, увижу у вас? Маска, перчатка, все, антисептики и все. Соблюдайте безопасность, да? Все-таки безопасность превыше всего, правильно? Да, да, да. Хорошо, спасибо вам, успехов. Хочу отметить, что действительно, вот мы прошли по рынку, у нас было время, посмотрели, покупателей действительно очень мало, просто в основном здесь находятся люди, которые что-то поставляют сюда, товар. Ну, Арстан, на этом пока все, будем следить за развитием событий вообще в столице, попытаемся в следующем информационном выпуске рассказать уже о том, что творится на улицах города. Возвращаю эфир. Спасибо о том, как живет один из столичных рынков, нас информирует Ирина Панфилова, кстати, там мы узнали, что цены контролируются администрацией этого рынка. Спасибо, Ирина. Сейчас, к последним данным, еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане, из них в Алматы 16, в Североказахстанской области 7, в Карагандинской и Туркестанской по 4 инфицированных 2 факта заражения в Атараусском регионе. В Жамбылской, Мангистауской области и Шимкенте по одному случаю. Таким образом, всего по республике COVID-19 выявлен у 500 человек. Умерли 4 пациента, а последним погибшим в Туркестанской области стало известно сегодня утром выздоровевших 29. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Увидимся.